Голодная кошка Конька прокралась в кладовку, притаилась и только хотела прыгнуть и вцепиться в крысу, крыса юркнула в свою нору. Голодная кошка оглядела пустую кладовую и сказала, «Я за тобой, негодяйка, в нору не полезу, да ты от меня все равно никуда не уйдешь». А крыса в норе смеялась, хохотала и кричала кошке, «Этаких умных да голодных кошек дай бог и мне, и моим детям!» Кошка ушла голодная и печальная. Шла она шла и подошла к оврагу. «В овраге со скалы капля падает. Кап-кап, кап-кап, кап-кап». Кошка поглядела вниз, там лежал большой камень. В камне была дыра. Кошка удивилась, как эта маленькая капля пробила дыру в каменной глыбе. Кошка спросила каплю, как тебе такой маленькой и слабой удалось пробить дыру в твердом камне? Упорством, 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 ответила капля. Взялась я и начала капать в одно и то же место до тех пор, пока дыру не пробила. Кошка вышла на дорогу. Посреди дороги на асфальте колыхалась зеленая трава. Под асфальтом весело шумели корни травы. Кошка оглядела асфальт и удивилась. «Как вы такой толстый асфальт пробили?» Корни ответили упорством, упорством, упорством. Взялись и все вверх, вверх пробивали асфальт, пока не выпустили к солнцу зеленые ростки. Пришла кошка в лес. Слышит, на высокой сосне кто-то дерево долбит, как долотом. Посмотрела кошка. На верхушке сосны дятел уперся хвостом в кору и долбит, долбит клювом дерево. «Зачем долбишь дерево?» Спросила кошка. «Не мешай», — сказал дятел. И опять принялся долбить. Кончил долбить, вытащил из дырки в коре жирного червяка и съел. Поняла кошка. «Упорства у меня не хватает, да терпения, чтобы эту нахальную крысу поймать. Вот и сижу голодная». Вернулась кошка домой и притаилась у крысиной норы. Час ждала. Два ждала. Устала ждать. Да вспомнила каплю и камень, траву и асфальт, дятла и червяка. И опять затаилась. Может, и до сих пор ждет.